Мой вопрос о французском премьере Атале, который в очередной раз выступил с обвинениями в адрес России, обвинил в желании наказать Армению за присоединение к МУС, также за, по его словам, одобрение действий Азербайджана во время антитеррористических мер в Карабахе осенью 1923 года, и раскритиковал российский миротворческий контингент. Выпады французской стороны участились, они стали резче. Вы знаете, я бы разделяла агрессивные выпады и влажные фантазии. То, что вы сказали, это вторая категория. Ну и тем не менее, они все чаще говорят на эту тему, сконцентрировали свое внимание на нашем регионе, и вообще, учитывая общий провокационный фон и террористическую угрозу в частности, как, на ваш взгляд, далеко могут зайти французы в попытках дестабилизации ситуации на Южном Кавказе? И какой будет в этом случае реакция Москвы? Тот самый случай, когда ни в коем случае нельзя экстраполировать, то есть нельзя наделять французов теми качествами, которые, очевидно, присутствуют у руководства Франции, политического руководства. Это точно я вам могу заверить. И мы это видим даже по реакции граждан Франции на те антироссийские заявления, которые позволяет себе Макрон. А они постоянно разные, вы же видите эти заявления Макрона, иногда прямо противоречащие друг другу. Мы получаем отклики от граждан Франции, причем от людей, которым есть чем заняться. Это люди, достигшие немалого своей работы, своим трудом, в своих сферах, которые говорят, что им стыдно слышать то, что несет их руководство. Понимаете, поэтому всегда есть, знаете, такой соблазн называть весь народ какими-то эпитетами из-за действий, в частности, Макрона. Но это не так. И я думаю, то же самое и в контексте ситуации на Южном Кавказе. Все заявления Франции, которые делаются от имени руководства этой страны, даже не доводятся до сведений не то, что людей на их одобрение или не одобрение, а даже до парламентария французских не доводится. Их там тоже никто не спрашивает. Я просто хочу сказать, что наивно полагать, что Франция готова или способна обеспечить безопасность Южного Кавказа. Если бы у Франции были такие возможности, то это государство применило бы их в тех странах, в которых у Парижа были контрактные обязательства. Мы об этом неоднократно говорили. Мало того, им бы там это сделать было сподручнее, учитывая, что они находились там десятилетиями, рассматривая эти страны как свои колонии. И даже в постколониальный период все равно, так сказать, на уровне неоколониализма там сохраняли свои интересы. Там и, так сказать, язык привычнее, и контакты, связи остались. Но что-то не получилось. Франция была обязана это сделать на африканском континенте, так как, простите, получала за это деньги. Ее работа, ее присутствие там щедро оплачивалось. Французские миссии в этих странах с треском провалились. И не потому, что причиной стала политическая несогласованность, а потому, что Франция оставила своих союзников и партнеров, в чьих странах был размещен ее контингент, не по дружбе и не по любви, но и по причине получения республикой прибыли. Понимаете? И они все это провалили с треском. Франция их оставила, набросила в самый критический для этих стран момент. И они срочно начали искать замену французскому присутствию, необходимому для обеспечения их экзистенциальных вопросов безопасности. Теперь давайте я не люблю, как вы знаете, вот эти перекрестные вопросы, когда представители одной страны задают регулярно вопросы про другую страну, но я раз говорю сейчас в большей степени о ситуации на Южном Кавказе в целом. И будущее всего Южного Кавказа, и мы берем сейчас и Армению, и Азербайджан, и страны-соседи, потому что можно провести границы на контурной карте, но сложно их провести в экономике, в гуманитарной сфере. Так вот, возьмем в широком смысле Южный Кавказ, так вот, его будущее является для Парижа лишь инструментом. Это просто разменная монета, один из способов поддержания собственного благополучия и сохранения своего реноме, в том числе на фоне и гибридной войны с Россией, и провалов на африканском континенте. Присутствие Франции в регионе Южного Кавказа это попытка собирать информацию разведывательного характера, следить за государствами региона, не дать возможности реализоваться тем мирным договоренностям, которые были достигнуты между нашими странами, в том числе и экономического характера. Ну как же так, на фоне провалов в экономике Европейского Союза, здесь, на Южном Кавказе, возможно же процветание, как же тут не навредить, так сказать, под видом оказания помощи. Это же классическая западная идеология. Кстати говоря, никто даже этого всего и не скрывает. Если бы истинная цель заключалась в мире и безопасности, то Франция сделала бы все для того, чтобы договоренности, которые были достигнуты с 2021 года между Азербайджаном и Арменией при посредстве России, были реализованы. Но, как вы видите, они взяли противоположный курс. Продолжение следует...